Как и обещал, начинаем с вами серию полезных видео по поводу овнерства. Как стать овнер-оператором, я говорю это в Канаде. Но я уверен, это очень многие советы будут применяемы к США, например, или даже к Европе. В предыдущем видео я говорил, как это ощущается, быть владельцем своего грузовика. В этом видео я расскажу, какие у вас появляются, ну не то чтобы проблемы, часть бизнеса, о которых вы даже не задумываетесь, когда вы работаете водителем. Это очень важно. Возможно, даже перед тем, как мы разберем, что нужно детально, по цифрам и так далее, возможно, вам нужно принять для себя решение, что я лучше буду зарабатывать меньше, но у меня будет спокойно на душе, и я не буду ничего этого делать. Потому что список я написал довольно-таки немаленький, и может быть я даже что-то забыл. Перечисляю деньги с трансфер-гоу лично и очень рекомендую вам. Главный офис в Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание, теперь первый перевод посылки не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Смотрите, ребят, вот это вам сейчас еще. Я записываю сейчас на такую камерку. Вот так вот она, это просто шикарно. Я о ней мечтал. Очень классная DJI, да, мне очень нравится эта камера. Теперь у меня есть возможность записать вам на три камеры, и я надеюсь, будет еще лучше. Я себе написал список, и буду к нему иногда обращаться, потому что все даже сразу не запомнишь. Давайте сразу начнем с первого и самого большого и затратного пункта, это грузовик. Как вы понимаете, это самая большая, самая большая часть ваших расходов, это грузовик. Какой грузовик, я обязательно доберусь до дома. Возьму лист бумаги или позычу у дочки ее мольберт, и все обосную по цифрам, почему я выбрал для себя старый грузовик. Но вы можете делать по-другому. Это, наверное, я запишу это, когда буду дома на выходных. Но, тем не менее, самая большая затрата. Вы понимаете, что вы за него платите. И если новые, то достаточно большие деньги. В данный момент еще, кстати, на них там прям нехватка этих грузовиков. Но, в любом случае, это самая большая ваша затрата. Повторюсь, какой и почему, мы разберем дальше. Да еще важно, ребят, при выборе трака не только старый и новый, а то, что вы собираетесь возить. Понимаете, это тоже имеет смысл. Если, скажем, вы будете машины возить, понятно, вам такая машина, скорее всего, не нужна. Да, вам лучше брать с низкой крышей уже готовую сцепку. Но там, кстати, порядок цен совсем другой, чем на такие машины. У меня товарищ хочет такую машинку покупать. И там вот совсем другие цены. Теперь переходим к следующей большой затрате, это трейлер. Если вы собираетесь брать свой трейлер. Например, я не имею своего трейлера, я тягаю трейлер компанией. Но если вы берете трейлер, это тоже ваша большая затрата. Вы должны это понимать. Третья, наверное, по величине ваша затрата, ребят, это заправка. Сколько вам нужно дизеля на то, чтобы поработать месяц. Я езжу немного, и у меня на это уходит несколько тысяч долларов в месяц. Американский, я плачу в американский, да, за свое топливо. И несколько, это так, это мягко говоря, да, это очень сильно зависит от того, сколько вы работаете. То есть, ну, вы должны понимать, заправка. Вы уже начнете думать, где заправляться. Вы по-любому будете на это смотреть, если вы хотите что-то заработать. Очень и очень ваша зарплата, точнее то, что останется, зависит от этого. Мы тоже, это одна из тем будущих видео, где мы разберем, что при одинаковом гроссе может быть совсем-совсем разные деньги, которые остаются человеку в итоге. Но сейчас, да, давайте на этом пока остановимся. Это только топливо, которое тоже стоит денег. Потом, ребят, когда у вас появился грузовик, и появился трейлер, и даже грузовик без трейлера, вам нужно думать, где его парковать. В зависимости от того, где вы живете, это тоже может быть проблемой. Не то, чтобы проблема, это просто все решается финансами, да, все деньгами. А все, что решается деньгами, это не проблема, это растраты. Тем не менее, ребят... Тем не менее, вам нужно думать, где ставить ваш грузовик. Чтобы вы хоть примерно понимали порядок цен, например, в Торонто это будет стоить где-то, может быть, 200-250 долларов за трак. И примерно, если это сцепка, то это будет там около 400-500 долларов в месяц. Вы должны заплатить за то, чтобы где-то парковать свой equipment. Как в компании я работаю, я паркую трак бесплатно. Очередная затрата, ребята, это ремонты. Ремонты. И, как бы, я бы сейчас сказал, знаете, страх о том, что может сломаться трак, но нет. Это все настрой, как вы себя настроите. То есть он, естественно, будет ломаться. И вы должны понимать, опять же, что это часть бизнеса. Чтобы вы спокойно ездили и голова у вас не болела, это просто нужно забыть. Случилось, выделили деньги и поехали дальше. Тем не менее, следующая затрата – ремонты. Если у вас новый грузовик, понятно, ремонта у вас будет меньше. Ну, скорее всего, пока он новый. Но не факт. Итак, ремонты. Если вы думаете, что я буду брать новые грузовики, значит, ремонты мне не нужны. Ну, наверное, вы все-таки ошибаетесь. У меня есть друзья, которые ездят на новых грузовиках, и они все равно обращаются в сервис. Да, здесь можно с GoPro поставить. Сейчас с GoPro. Это могут быть разные проблемы, да. У кого-то электроника не позволяла переключать передачи, у кого-то там что-нибудь еще. Я уже точно не помню. В общем, я сам, когда работал на новом фротлайнере, если вы помните, да, в 2019 году там постоянно тоже были какие-то проблемы. Я ездил вечно на сервис. Ну, давайте допустим, что у вас совсем нет ремонтов. Да, если такое, там, теоретически даже может быть. У вас совсем нет ремонтов, но у вас есть обслуживание. Ребята, обслуживание, хотите вы этого или нет, тоже достаточно дорогое. Если поменять, например, масло, да, там раз в пару месяцев, да, я не знаю, я знаю, там большие флиты могут не менять масло даже там на протяжении больше, чем 100 тысяч километров. Я, например, на своем грузовике меняю где-то раз 25, максимум 30 тысяч километров. То есть, я говорю, я сюда ввалил денег, куча здесь денег, да, но сейчас не об этом, но тем не менее, я стараюсь чаще менять масло. Потом, ребят, такая может быть еще штучка, как резина. Например, смотрите, вот у меня тут товарищ один пришел сюда за мной на эту компанию тоже работать, а до этого пришел за мной работать на главную GCL. И вот у него стрельнуло колесо. Стрельнуло колесо здесь, в Антарио. В общем, с него взяли, там, даже я не говорю о том, чтобы выехал в мобильный шоп и так далее, да, там вроде немного взяли. И самое главное, что цена резины Michelin передняя стоит 680 долларов. Я сейчас говорю за канадский доллар. Одно, одно. Он приехал и поменял второй, да, чтобы сразу было два нового. Ну, чтобы вы понимали порядок цен. Я на свой грузовик покупал резину Якохаму японскую. Почему говорю японскую? Потому что у меня товарищ в Галгари купил Якохаму китайскую. И я отдал больше 4000 долларов за комплект из 8 колес. И это при том, что я искал, где их купить. Я обзвонил, наверное, минимум, там, десяток компаний. Это минимум. Какая-то вот такая мелочь, знаете, которая будет все-таки необходимо вам добавить в дизель этот антиджел, да, чтобы, наверное, не замерзало. Или омывайка, или там дворники зимние, или я не знаю, что угодно. Это все уже обслуживание, вы от этого никуда не денетеся. Оно тоже стоит каких-то денег. Вы просто об этом тоже не думайте. Дальше, чтобы всем этим владеть, как бы вам нужна корпорация. Мы тоже детально дойдем, там, как ее открывать. Это все, я говорю, все будет, ребята, чтобы вы понимали. Корпорация. И это ничего сложного, открыть ее, да, там, можно сказать, там, 20 минут ее открыть. В интернете не проблема. Да, не проблема ее открыть. Но там нужно потом, там, в общем, нюансы по корпорации, да, как я говорю, дойдем. Но вам нужно будет отчитываться по налогам уже, как корпорация тоже. Как корпорация, отчитаться будет уже в раз в 10 дороже, чем как обычный человек, если вы просто отчитываетесь. По своим налогам, скажем, это порядка 100 долларов, там, 130. Если вы рассчитываете за корпорацию, это уже порядка 1000 долларов. Плюс вам нужно еще делать и личные налоги тоже. Подводится этот итог за год. Конечно же, есть свои плюсы, огромные плюсы у корпорации с точки зрения налогов. Потому что теоретически вы можете перерасти из одного трака во много. И вы таким образом будете давать работу всем. И, ну, естественно, это будет развивать экономику. Но, тем не менее, само открытие корпорации, ведение бизнеса, как корпорации, уже оплату налогов себе, как работодатель в том числе. Это тоже нюансы, с которыми вы просто не сталкиваетесь. Да, тут я плавно зацепил следующий пункт. Но следующий пункт – это налоги. Налоги вы не платите целый год. В конце года вам нужно иметь в виду, что в конце года вам придется оплатить налоги. И налоги эти, ребят, могут быть достаточно большая затрата. Учитывая, что вы весь год их не платите, вы должны заплатить себе, как наемному работнику. Вы должны еще заплатить, что забираете с компанией, как дивиденды и так далее. То есть вы платите в конце года налоги. Для простого работника их снимают весь год, вы получаете уже за вычетом налогов. Чуть не забыл, ее надо было оставить раньше, но тем не менее оставим это сейчас. Это страховка, ребят. Страховка грузовика, если у вас есть прицепа, грузы, это все вместе. Это тоже большая затрата. Она не всегда работает хорошо. Кто смотрит твои видео, тот понимает, что да, мне, например, страховка должна 10 тысяч долларов. Авария у меня была в июне в месяц. Вот и пробочки торонтовские. Самолетик летит, везет кого-то из отпуска. Надеюсь, что хоть кто-то отдохнул. Да я шучу, я в этом году, конечно, отдыхаю больше, чем работаю, но тем не менее. В общем, ребят, страховка, да, страховка, пусть она не всегда хорошая, тем не менее, вы за нее будете платить много. Я здесь плачу за страховку, это Fleet Insurance, и я за нее плачу 1670, по-моему, в месяц. То есть дофига, дофига, и вы ее остановить не можете полностью. Я вот пока не работал там больше двух месяцев, я останавливал себе страховку, и я тогда платил только Parking Insurance. Мне ее останавливали, как бы она была застрахована от воровства, там от пожара, от всякой такой фигни. И за это я платил 380 мм в месяц. То есть это тоже большая часть ваших затрат, вы должны понимать. Страховка себя, я об этом тоже делал отдельное видео. Очень часто, когда вы работаете у работодателя, у вас страховка от работы. Здесь вы должны сами об этом обеспокоиться, и я очень рекомендую ее все-таки иметь. То есть это мне, например, это пригодилось. Она мне не покрывала даже половину расходов, пока я был дома. Но тем не менее, даже, знаете, сумма, которую мне выплачивала страховка, она мне все равно помогла. Два месяца мне ее заплатили, да. Все равно как-то хоть что-то, да, хоть что-то, это лучше, чем ничего. Разные бенефиты, у вас этого всего не будет. Я имею в виду, там зубные, да, здесь это часто на зубы, на массаж. Такого у вас не будет, по крайней мере, поначалу. Так, идем дальше. Вам нужно будет создать аккаунт и оплачивать IFTA. IFTA International Fuel Tax Agreement, если я не ошибаюсь. Это такая штука, которая, как бы, чтобы вы равномерно оплатили налоги. Если вы даже всегда заправляетесь в Антарио, ездите, скажем, всегда в Нью-Йорке, вы все равно оплатите налоги в Нью-Йорке, потому что вы там ездите больше. Конечно, это, опять же, целая тема для видео, но, тем не менее, вы должны знать, что раз в три месяца, скорее всего, вы будете еще доплачивать за вот это самое, что вы где-то сжигаете больше топлива. Туда же можно отнести этот хат такой. Я забыл, как он расшифровывается. У меня наклейка на бампере возле номера. И это то, что вы ездите по Нью-Йорк-штату. Например, многие, наверное, не знают, но когда вы ездите по штату Нью-Йорк, вообще не важно, по каким дорогам, вы платите 5 центов за милю. Еще всегда дополнительно. Потом вы за это тоже отчитываетесь. Раз в три месяца вы не платите 5 центов за милю, только в том случае, если вы едете по платной дороге, которая в Нью-Йорке, кстати, не совсем и дешевая. И это, кстати, наш следующий пункт. Дорогие дороги. Возьмем, к примеру, если вы едете из Торонто, скажем, в Бостон, или, ну, давайте для примера Бостон. Вы заплатите в две стороны, туда-назад по 90, плюс назад платный мост, вы заедете в Канаду. Вы заплатите, ребят, примерно 250 американских долларов, чтобы просто съездить по 90, вперед и назад, чтобы вы тоже понимали порядок цен. Я знаю, что, например, в Нью-Йорк-Сити Джордж-Вашингфон-Бридж стоит около 100 американских долларов. Так что, казалось бы, мелочь дороги, да, но сейчас, например, я еду в Вермонт, я делаю небольшой круг. Я делаю круг на 40 километров, но я буду пересекать границу в другом месте. Я заплачу 16 долларов, ну, и все. Я проеду немножечко по красивейшим дорогам, по классным, но, тем не менее, я сэкономлю себе минимум 130 долларов американских, опять же. То, что я еду так. У меня бумажный локбук, я никуда не спешу, я везде успею. Кстати, по платным дорогам обязательно вам рекомендую изи-пасс, который вешается на стекло. Более того, если это изи-пасс от Нью-Йорка, Пенсильвании, короче, не с каждого штата. У меня, например, со штата Нью-Йорк, то вы еще имеете дополнительно 10% скидку. И поверьте, если это на, скажем, на 500 долларов в месяц у вас там примерно, думаю, не меньше у вас затраты на платные дороги американских, то это 50 долларов в месяц ваших денег, которые просто за то, что вы оформили изи-пасс, ложатся вам в карман. Итого это просто, опять же, 600 баксов в год американских. Я думаю, вы найдете, куда их потратить. Два, наверное, еще таких минуса, которые могут не случиться, но их нужно обязательно тоже объявить. Если вы, как водитель, как попадаете в аварию, вам просто-напросто дается другой грузовик, и вы продолжаете ехать и зарабатывать деньги. Я имею в виду, если авария мелкая, грузовик пострадал, как это было у меня, пока я спал. Пока вы овнер-оператор, вы теряете бабки. Если на вас большие платежи, то вам это будет, естественно, еще тяжелее такое пережить. Вы теряете деньги, вы ремонтируете все за свой счет, как было в моем случае, страховка мне заплатила. Тысячу из-под травы, еще 10 осталось должна. И я не знаю, получу ли я когда-то или нет, потому что авария была летом, в июне. И сейчас у нас Новый год на носу, и до сих пор ничего не получил. И, наверное, последний пункт, ребят, который я хочу сделать в своем видео, о чем не думает даже водитель, когда ездит как компанист. Водитель – это пустые мили. Знаете, я там две недели назад возвращался там из Индианы пустой, да, 750 километров возвращался там из восточного побережья, да, там еще там 700 километров. То есть вы когда едете, мало того, что вы платите за дороги, вы платите за топливо, вы просто как-то, ну, платите за все, вы теряете. Да, это плохо, это пустые мили ощущаются. Но опять, это случается редко, поэтому не стоит отчаиваться. Напоследок я хочу дать совет всем, абсолютно всем, кто все-таки задумывается купить свой собственный грузовик. Собственно, да, на маленькую камеру. Ребят, этот совет мне дал мой друг, и поверьте, с ним жить гораздо легче. Я просто абсолютно спокойный. Все, что с вами случается, когда вы владелец грузовика, это, как он говорит, part of the business. Это просто часть бизнеса. Платные дороги – часть бизнеса, пробки – часть бизнеса, ремонты, аварии – это все часть бизнеса. Если вы не хотите или не можете себя изначально настроить на такой подход, вам лучше этого не делать, потому что здесь все-таки гораздо больше всякой, как бы, я бы сказал, волокиты. Слушайте, я, наверное, максимум трачу 10 минут больше в день на то, чтобы много отличия водителя от полностью. Но, ребят, все познается в сравнении. Я не представляю, что должно случиться в заключении, чтобы я ушел обратно к компанийским водителям. Не представляю. Я просто не знаю, что должно случиться. Это, чтобы вы понимали мое личное мнение. И настройте себя, если вы хотите. Это все-таки как бизнес. Это, я знаю, это не каждому подойдет. Очень многие говорят, там, нафиг я лучше спокойно езжу, спокойно получаю свое. Может быть, мы все разные. Я вам только озвучил свое мнение. Я рассказал по факту не то, что страшилки, а то, о чем вам стоит подумать, прежде чем покупать свой грузовик. Следующее видео, надеюсь, повторюсь, запишу дома. Мы разберем старый или новый грузовик. Плюсы и минусы. И я обязательно разберу это все детально по цифрам. И дальше мы будем с вами двигаться. Кстати, я оставлю ссылку на видео, которое предыдущее было, чтобы это не было в разброс. Если у вас есть вопросы любые по владению грузовиком, пишите их там под тем видео. Спасибо тем уже, кто в этом поучаствовал. Я там писал, потому что вы узнаете информацию, которая вам интересна. Я могу что-то забыть, а там очень много вопросов собирается. И я их все буду пытаться отвечать по возможности. В общем так, ребят, мы с вами проехали, на удивление, совсем без пробок, 401-й Хэйвэй, мимо Торонто. Сейчас у нас 12 часов дня. Собственно, в этом была и причина, значит. На этом я с вами попрощаюсь. Не пугайтесь, если кто-то подумал, сильно много головняка, чем она нужна. Я, знаете, еще что забыл? Даже, чтобы границу пересечь, вы должны это оплатить. Компанистские водители об этом думают мало. Есть такая наклеечка на стекле. Вот даже сами наклейка там. И даже она, ребят, эта наклейка стоит, если я не ошибаюсь, 460 американских баксов. Это для того, чтобы мы год могли пересекать границу Канада-США. То есть появляются какие-то затраты. Наклейки, там нужно наклеить. Там 100 баксов, в общем, наклейки, которые наклейки на машину, да, там с вашей компанией. В общем, по мелочи, по мелочи. Самое главное, самое главное. Пусть зарабатывают все. Я такого не люблю. Я не лезу в чужие карманы, не собираюсь. Пусть зарабатывают все, сколько им надо. Главное, чтобы мне оставалось. Им не остается. Кто-то пишет мне там, что ты не забывай сейчас такие рейды, все изменится, когда у вас будет там кризис. Ребят, у нас и так кризис. Я могу сказать так. Рейды у нас небольшие. Особенно по грузам назад. Это в США, там творится что-то. У нас я назад могу ехать за смешные деньги, по факту. Которые, а вы ехать, знаете. Но у нас как бы на круг получается более-менее. Мы в США выезжаем за нормальное действие. Назад мы возвращаемся очень хорошо. Нажимайте лайк, если вам видео понравилось. Как вам моя камерка? Как вам видео? Как вам, что она двигается? За мной следит? Мне это очень нравится. Все, ребят, пишите. Давайте, если вы собрались действовать, собрались себе покупать грузовик, у вас есть такое решение, то вам нужно это делать. Не оттягивайте. Лучшее время это делать, это вот прямо сейчас. Придите и начинайте заниматься. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok